Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Родные объятия. В Ваврусске открылся дом семейного типа. Вся моя любовь около детей, я даже образование получала только, что касается воспитателя, учителя, и это мое. Где поселилось счастье? Горький шоколад. При получении взятки задержаны топ-менеджеры одного из крупных предприятий Могилева. Общая сумма незаконного вознаграждения составила не менее 29 тысяч рублей. Оно того стоило? Оберег мира. Праздник Купальев Александрии посетили около 80 тысяч гостей. Бесподобные просто эмоции зашкаливают через край. Чем удивили народные умельцы? А также рабочий визит, популярный бренд и масштабный опрос. В Беларуси проходит социологическое исследование, что интересует ученых. Каждый район должен зарабатывать себе деньги. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область. Главе государства доложили о текущей работе и перспективах развития Могилев-тлифмаша. Показали образцы выпускаемой продукции. Здесь реализуется несколько импортозамещающих программ. На предприятии производят подъемники, электродвигатели, осветительное и светодиодное оборудование. Трудится тут без малого 6 тысяч человек. У меня вопрос, чтобы мы не призывали момент, забрали рынок. И если сегодня надо 16 тысяч продать, мы можем, а он может произвести 14, но 2 тысячи надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали, а где-то что-то гнуть, паять и варить, ну, струммаш или еще что-то. Таким образом мы рынок займем. И второе, мы здесь предприятия свои сможем загрузить. В чем у нас шкурный интерес, чтобы мы могли загрузить типа струммашины и другого. Другие, которые еще сегодня недозагружены. Властей города Александр Лукашенко раскритиковал за бесхозяйственность и конкретно за неприглядный вид производственных территорий. Исправить ситуацию поручено в течение года. Говорили здесь и о социально-экономическом развитии области. При этом глава государства остановился не на достижениях, а на проблемах. Ни денег, ни должности. В Могилеве при получении взятки задержаны топ-менеджеры одного из крупных предприятий. Пользуясь служебным положением, с октября 2022 замначальника и ведущий экономист оказывали помощь в победе определенной коммерческой организации. В процедурах закупок на биржевых торгах на поставку промышленного оборудования. За что в коробке с конфетами фигуранты получали процент от стоимости. Общая сумма незаконного вознаграждения составила не менее 29 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Возбуждено уголовное дело. Менеджерам грозит до 10 лет тюрьмы, а также штрафы и лишение права занимать определенные должности или выполнять некоторую деятельность. Отечественное авто, ягодный сезон и недоступная услуга. В ночь на 15 июля могут не работать банковские карты. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране с 11 июля вступает в силу обновленный закон о гражданстве. Теперь станет обязательным принятие присяги. В случае несогласия вводятся дополнительные основания. Кроме того, будут внедряться специальные тесты на знания одного из государственных языков. Сдавать их придется в письменном виде, чтобы исключить коррупционные схемы. В Беларуси за июнь выросли продажи новых автомобилей более чем на 24%. Куплено свыше 2000 машин. На протяжении второго квартала доля бренда «Джили» остается на уровне почти 80%. В последние месяцы наблюдается положительная тенденция. На рынке становится все больше моделей отечественного производства. В ночь на 15 июля карточки международных платежных систем могут не работать. В частности, Мастеркард, Виза и China Union Pay. В это время будут проводиться плановые технологические работы. В связи с этим возможны перерывы в банкоматах и инфокиосках, в пунктах выдачи наличных и приема платежей. В стране растет количество пропавших грибников и ягодников. Всему виной отсутствие телефона или низкий заряд аккумулятора, а также лесные прогулки по незнакомой местности. В МВД отмечают, ежегодно регистрируются около 160 подобных фактов. Большинство людей удается найти. Некоторых с симптомами обезвоживания и переохлаждения. Масштабное социологическое исследование в сфере демографии проходит в Беларуси по 31 октября. Участие в нем примут около 6 тысяч респондентов. Им предложат заполнить анкету на условиях анонимности. Вопросы будут касаться основных событий и фактов из биографии. Это позволит ученым узнать особенности развития белорусской семьи. Сезонный рост. В Бобруйске увеличилось количество обращений за медпомощью с симптомами, которые не исключают кишечные инфекции. К ним относится плохой аппетит, вялость, боли в животе, рвота, температура и озноб. При острых отмечаются изменения верхних дыхательных путей. За 6 месяцев этого года рост на 40%. Чаще всего обращается кто, на кого это больше всего действует. Люди с несовершенной иммунной системой. Почему она несовершенна? Дети, они еще не успели ее усовершенствовать. Пожилые люди, они уже успели ее немножечко утратить. Поэтому, как правило, на здоровое, трудоспособное население кишечной инфекции не сильно действует, если люди не пренебрегают правилами. В целях профилактики кишечных инфекций специалисты призывают соблюдать личную гигиену, тщательно мыть овощи и фрукты, проверять срок годности продуктов и не покупать их в местах несанкционированной торговли. Под крышей любви и радости на Красноармейской 14 открылся дом семейного типа. Хозяевами двухэтажного коттеджа стала семья Луцкиных. Родители воспитывают десятерых. Младшему 4, старшему 14. О секретах счастья Елизавета Липеева. На Красноармейской 14 в торжественной обстановке открывают дом семейного типа. Ключи от комфортабельного жилья получают родители десятерых детей. В подарок новоселам сертификаты на бытовую технику, мебель, ноутбук и компьютеры. Для юных непосед – самокат, велосипед, игрушки и школьные принадлежности. Спасибо вам, Оксана Николаевна, Игорь Валерьевич, что вы приняли на себя такое решение. Я знаю, что этот дом будет полон рыбы. Все лучшее детям. Возле двухэтажного коттеджа обустроена площадка с безопасным покрытием. Качели, беседка, лавочка и деревянные макеты машин. Для веселых игр на свежем воздухе созданы все условия. В большой семье Луцкиных спорт на первом месте. Старшие дочки Валерия и Кристина вместе увлекаются пешеходным туризмом и младших заодно приобщают. Когда появился новый дом, стало очень-очень весело. Мы, не отходя от дома, гуляем на площадке, катаемся на самокатах и на великах. Мы играем в постоянные подвижные игры, мы играем в волейбол, в баскетбол. Учим также младших волейбол играть. Потом в догонялки можем погулять, в заморозки побегать, попрыгать. Под крышей этого дома царит уютная атмосфера. Полки пестрят книгами, любовь к чтению здесь прививают каждому ребенку. Хватает времени для игр, мальчишкам здесь скучно не бывает. Вместе смотрят мультфильмы и устраивают гонки на радиоуправляемых машинах. В воспитании детей активное участие принимает глава семейства. Сейчас пока будем заниматься благоустройством участка. Люблю работать с деревом и хочу это привить детям. В планах поставить беседку, дополнить игровую площадку домиком. Ну, мансарду может сделать что-нибудь еще. Но, опять же таки, с участием детей. Любим велопрогулки, походы на природу просто. Любим посещать другие города. В ближайшее время старший просит на рыбалку с ним съездить. Вот, планируем. Безграничная любовь. Хранительница очага и счастливая мама с детства знала, что создаст большую и дружную семью. Ведь сама росла в многодетной. Для нее дети смысл жизни. Позади работа в доме малюток, садиках и школах. О воспитании женщина знает все и даже больше. Вся моя любовь около детей, я даже образование получала только, что касается воспитателя, учителя. И это мое. Приятно быть с детьми, мне нравится. Мне нравится с ними общаться, заниматься. Вот какие-то выводы их мне нравятся. Заключения, жизненные позиции, которые они вот в своем детстве, как дети понимают. Они так хотят быть взрослыми. Хотя я им говорю, не торопитесь, все бы свое время. Но, однако, очень интересные дети. Один за всех и все за одного. Секрет семейного счастья у Луцкиных простой. Совместное времяпрепровождение, поддержка и уважение. Сердца мамы и папы наполнены любовью к детям. Ведь каждый из них по-настоящему родной. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Александрия собрала друзей. Праздник Купалья посетили около 80 тысяч гостей. Фестиваль развернулся на живописном берегу Днепра уже в 14-й раз. Ярмарка народных умельцев за эти годы превратилась в большой город мастеров. Сюда съехалось свыше 500 ремесленников. Своё творчество представили все области нашей страны и 20 регионов России. В этом году особое внимание союзному государству. Бесподобное. Просто эмоции зашкаливают через край. С разными людьми пообщалась, уже походила. Ну и, конечно же, посмотрела выставки и чем увлекаются другие люди. Ну, конечно, вообще атмосфера праздника, она вот везде. Куда не отойди, в любую сторону. Праздничные песни, танцы. Ну, очень позитивное, довольно-таки такое интересное мероприятие. Вокруг столько много людей, гостей, ну и всё замечательно. Вы посмотрите, сколько палаток, сколько еды. Да вообще, просто прелесть. Главным символом купалья стала огромная фигура летящего аиста, как оберег белорусской земли. Народные песни звучали с утра и до поздней ночи. Мастер-классы, два километра фудкорта в подворье с национальным колоритом от каждого региона. Здесь же концерт звезд белорусской и российской эстрады. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!